Сегодня день 13, и до Нового года у нас это последняя встреча. В связи с тем, что там те, кто официально, те, кто... Доброе утро, Екатерина! Они просили делать только по будням. Поэтому делаем только по будням. То есть, выходные не встречаемся, праздники не встречаемся. И встречаемся, по-моему, у нас первый рабочий день. Первый рабочий день, по-моему, 9 января. Значит, официально встречаемся, 9 января. А завтра и будет, и не будет. То есть, по плану, по официальной вот этой схеме не будет. Но для желающих завтра будет. Для желающих. Как бы вне основной схемы, вне основного расписания. А называется ответы на ваши вопросы, разбор участков, тех, которые вы хотите. В общем, то, что вы хотите. Вот. То есть, завтра будет, но как бы вне вот этой схемы нашей. У нас таких 2 уже было. И я их записи выложил для желающих. Здесь. Я опять буду дурацкий. Во, ура! Очень рад. Приходите завтра и давайте чем-то интереснее. Мало того, у меня уже есть набор вопросов разных, которые я лично ответил по почте тем, кто задавал. Хочется и всем интересно тоже рассказать, потому что раз такой вопрос есть, значит это неспроста. Значит, стоит такое обсудить. Поэтому завтра будет все, что хотите. А, еще тут мало кому я выдаю из тех, кто пришел документы, но это про документы я отдельно расскажу, потому что у нас получается так, что те, кто получает удостоверение, получат не в конце, не 16 февраля, а получат где-то примерно 10 января. Потому что настолько долго растягивать не получается, и те часы наши, они у нас уже формально, если удостоверение, получат в январе. Но, тем не менее, все равно, конечно, продолжим. То есть у нас все равно все, что мы хотим, все мы сделаем. Так, и у нас, если идти уже сегодня по теме, у меня 10.02, 10.02, то мы последние, вот сегодня третья встреча, и третий раз мы рассматриваем тип русовых процессов, описанные нормативных документов. Задание то же самое пока. Потом задание изменится, когда мы перейдем уже непосредственно к методам. Итак, у нас есть тип русовых процессов, описанные нормативные документы, и тип русовых процессов, все остальные, которых очень-очень-очень много разных других. И даже с ними сложнее, конечно, потому что они как раз и не систематизированы. И вот эти 7 и 7 типов, которые законные, которые официальные, их условно, очень удобно и полезно для нас с вами. Потому что именно так эти типы будут делиться потом. То есть нам фактически нужно не 7 типов, а такую удобную нам нужна классификацию, которая бы нам была полезна потом для использования в непосредственной деятельности нашей. Для метода. Так вот методы как раз так и делятся. У нас для всех прямых будет один метод. Для извилистых будет два метода. Поэтому извилистые еще надо дальше делить. И для разветвленных тоже будет свой метод. Поэтому такое удобное деление оно и есть. Прямые мы с вами как-то уже посмотрели. Мы просто теперь их можем идентифицировать. Там основное не плановая деформация, там основное перемещение мезофор, скопление наносов внутри русла. И это нам будет полезно, потому что это будет специальный метод. И сам метод как-то сразу на этом будет основан. Для смотреть, а что там в русле, что там ползет. И когда мы перейдем к методу, мы еще раз вернемся к этому типу руслопроцессов. А пока нам надо пробежать все типы. У нас вот прямые уже были позавчера. Извилистые у нас в какой-то мере были вчера. На сегодня чуть-чуть продолжим, потому что мы вчера немножко не успели. И сегодня у нас третья встреча как раз вот будут разветвленные. И разветвленные, я надеюсь, пройдем. Там не очень сложно. И мы еще раз к ним вернемся, когда у нас будут третья часть. Потому что у нас методы разделены на три последовательных шага. Даже не методы, а те непосредственные действия, которые мы делаем в рамках отчета по инженер-гидрометозысканию, в рамках раздела по руслопроцессам. Там у нас последовательно оцениваем, сколько может размыть вправо-влево, сколько может быть размыть вниз и могут ли быть новые протоки. Это и есть разветвленные руслы. Поэтому сегодня вот это. И когда мы дойдем до этих методов, посвященных оценке разветвленных методов, мы еще раз вспомним о вот этих разных разветвленных реках. Итак, поехали. Итак, вчера были извилистые. Мы довольно хорошо с вами, мне кажется, разобрались вот то, что называется ограниченным меандрированием. И мы с вами, я убеждал всеми силами, что здесь главное не ограничение. А здесь главное то, что есть слабо-извилистое русло. И это слабо-извилистое русло, сохраняя свою степень извилистности, сползает вниз. Вот это почему-то названо ограниченным меандрированием. По сути, это неразвитые меандрирования, сползающие вниз. Вот это было бы правильное наименование. Но сегодня это у нас было. Вчера было и свободное меандрирование, но свободное меандрирование я просто не докрутил презентацию до конца, поэтому сейчас я докручу презентацию по свободному меандрированию до конца, а потом перейдем к разветвленным рекам. Я надеюсь, мы сегодня успеем и свободное меандрирование, и разветвленные реки. Итак, свободное меандрирование. Считается, что оно распространено? Вообще-то да. И если мы с вами продвинемся очень глубоко, на практике мы с вами этого не затронем. Но на теории я даже объясню, почему этот тип процесса является самым распространенным. И в некоторой степени вчера мы этого касались. Вчера мы с вами выясняли, что при разной степени нагрузки реки наносами, получаются разные реки. Когда реки, нагруженные наносами, слишком наносов много, река исключает их с транспорта наносов и формирует русловые острова. Это один дисбаланс. Второй дисбаланс, когда наносов как раз не хватает. Тогда река хватает дополнительные себе наносы из берега и, соответственно, становится меандрирующей. Вот это как раз и есть сущность реки. То есть, поэтому понятно, или сейчас пока не понятно, ну ладно, я потом объясню, почему. Если уже река, то она, если она размылась, если сделала на себе русло, если она сделала себе реку, то действительно у нее должна быть большая транспортирующая способность. То есть у нее действительно должна быть относительно большая транспортическая способность. А это и есть свободное миодрижение. А потом уже в ходе изменений, в ходе нагрузок, перенагрузок, еще потом уже появляется все многообразие типов процессов. Потому что этот баланс между тем, что река может тащить транспортическую способность, и тем, что ей приходится тащить, то есть расход на носу, они по-разному изменяются. И, кстати, если сюда же прийти, вот к этому более распространено на равненных реках. И на горных тоже в некоторой степени распространено, на тех горных, где слабо проявляются ограниченные условия. Но сегодня это не надо. И поэтому был прав Великанов Михаил Андреевич, который в своих книжках 40-х годов, гидрология суши, он писал, что река должна меандрировать. Он был прав, в общем-то. Но он был не прав, потому что он не видел все остальные типы процессов. Это и верно, и неверно. Действительно, это самый распространенный. Действительно, очень такой известный, такой красивый, привычный, такой и непривычный одновременно, такой загадочный. Ну ладно. Так, и вот эта схема. Сначала слаборазвитая, потом увеличивается, увеличивается, увеличивается степень развития, а потом смыкается. Или то же самое, еще раз, то же самое рисую. Сначала слабоизвилистый, потом степень извилистости увеличивается, то есть происходит размыв вбок. В вершине каждой излучины. Соответственно, так сильно увеличивается. Вот здесь я неправильно нарисовал. Здесь надо было нарисовать, что они самкнулись. То есть вот они коснулись друг друга. Вот эти соседние вершины излучин, они коснулись друг друга. И именно уже, когда полностью развелась излучина, когда они совсем уже коснулись друг друга. То есть вот надо мне эту картинку поменять, потому что вот это вот спрямление такое вот, выраженное, такое вот, имеющее длину, это плохо. Это вот не совсем свободное меандрирование. И потом она опять, смотрите, стала такой же слабоизвилистой. То есть вот эта слабоизвилистая, практически и есть то, что есть. То, что было в самом начале. Но появилась вот эта петля, которая очленилась, которая уже теперь живет своей жизнью, которая превратилась в пойменное озеро, в старицу. А вот эта слабоизвилистая продолжает, теперь вот эта слабоизвилистая опять становится сильноизвилистым. И таким образом, самое главное здесь, это вот эти стрелочки, которые показывают последовательность смены форм. Одна форма превращается в другую. И это есть последовательность. И эта последовательность примерно постоянная, примерно одинаковая. И вот это очень хорошо, потому что это является хорошим прогностическим таким свойством. То есть, если мы понимаем, что мы свободное меандрирование, то мы понимаем всю эту динамику. Все эти последовательные состояния. И, соответственно, изменения из одного состояния в другое. И это есть схема деформации. А помните, вчера Драмиля спрашивал, а могут ли схемы меняться? То есть, очень хороший, такой глубокий, правильный вопрос. То есть, у нас есть изменения по схеме. То есть, изменения русла очень активны. Но схема постоянная. По схеме свободного меандрирования. Или по схеме побочней, побочней ползут. Или по схеме, например, там, ленточные гряды ползут. Или по схеме ограниченного меандрирования меандры ползут вниз. То есть, это схема. Река меняется, но схема понятная и постоянная. И неизменная. А может быть и смена типа. О смене типа мы будем говорить уже в теоретическом блоке. Это будет у нас в феврале-марте. Потому что смену типа мы в реальности во время инженерных гидрометозысканий чаще всего увидеть, понять, выяснить не сможем. Мы это сможем сделать только при очень ярких таких, очень сильных таких вот прям очевидных изменениях в балансе руслоформирующих факторов. А в целом вот эти семь типов руслоформирующих факторов и вообще в основном и другие тоже не описанные нормативно документы типа руслоформирующих факторов подразумевают такое называется равновесное состояние. Равновесное состояние, то есть все руслоформирующие факторы, они не очень сильно изменяются. Если изменяются, то не настолько, чтобы это отразилось в изменении типов руслоформирующих процессов. Поэтому мы верим, что если это было свободным менеджментом, оно и будет свободным менеджментом. Если это было пообочнее, то и будут пообочнее. Помните, мы сначала работаем с Шерлокомсами, мы смотрим, что с рекой было, а потом становимся вангами. И вот следуя принципу историзма, что то было, то и будет, очень легко быть вангой. Если вы посмотрели, что было в прошлом, мы понимаем, что будет в будущем. То есть мы само будущее смотрим в прошлом. И для этого нам нужны современные карты, и для этого нам нужны прошлые карты. Для того, чтобы наложить друг на друга, посмотреть, что с рекой было. И мы из того, что было, мы говорим, о, теперь мы понимаем вообще всю схему деформации, которая здесь происходит. Это если нам повезло. Если повезло, то мы схему поняли, и мы, значит, теперь уже четко говорим, что и будет дальше. А иногда есть такие схемы, когда непонятно. И у нас специальные будут методы оценки, когда не только карты есть и карт нет, а еще карты есть, и там есть два случая. Карты есть, и мы понимаем, что происходило и будет происходить. И карты есть, мы видим, что происходило, но не понимаем, что будет происходить дальше. Но это все у нас впереди. Это мы как раз пойдем по разным методам. Сегодня достаточно просто, вообще просто понять, что такое свободное меандрижение. И вот это и есть схема меандрижения. И вот это и есть схема меандрижение.